Всем самый-самый добрый день! Сейчас я буду готовить пюре из цветной капусты. Начинаем готовить. Сейчас нам нужно предварительно отварить цветную капусту. Цветную капусту можно отварить целиком. Второй способ варки, это нужно разделить на соцветия. Сейчас цветную капусту я опускаю в кипящую воду. Добавляю туда 1 столовую ложку лимонного сока и варю где-то ориентировочно 10 минут. Как только капуста приготовится, капусту сразу же нужно извлечь из горячей воды. Добавим в неё 1 лавровый лист. Это делается для того, чтобы запах цветной капусты был более такой приятный, более мягкий. Когда варится цветная капуста, крышку плотно закрывать не нужно. Можно слегка прикрыть наполовину. Цветная капуста готова. Я её только сейчас достала из кастрюли. Сейчас я её перекладываю в чашу кухонного процессора. Выдавливаю 1 зубчик чеснока. Если хотите поострее, добавьте пару зубчиков. Добавляем соль, немного чёрного перца молотого, пару столовых ложек оливкового масла. Можно это пюре делать со сливочным маслом. И добавлю ещё пару ложек отвара, в котором варилась цветная капуста. По мере необходимости будем добавлять ещё. Пюре из цветной капусты готово. По консистенции оно получилось очень нежное и мягкое. Попробуйте на соль, на перец, на чеснок. Именно вот эти специи, они делают вкус пюре более таким богатым, насыщенным. Также ещё вот такое дополнение хочу сделать. Это пюре с цветной капустой. Можно сделать с молоком и со сливочным маслом. Тоже будет очень вкусно. Но вот этот вариант идеальный для здорового питания и для постного меню. Когда будете подавать на стол, вы будете, если подавать в общем блюде, то желательно к этому пюре подать зелёные пряные травы. У меня розмарин, орегано и тимьян. Можно добавить какую-то одну ароматную пряную травку. Но если у вас нет пряных трав, не переживайте, можно добавить обычную петрушку. Выкладываете пюре на большое сервировочное блюдо. Сверху можно немного полить оливковым маслом и посыпать пряными травами или петрушкой. И подать к столу. Это пюре можно приготовить и к мясным, и к рыбным блюдам, и как самостоятельное блюдо для здорового питания и в период поста. Я с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием. Это очень вкусно. Делитесь с друзьями этим замечательным рецептом. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить вкусные и полезные видео. Субтитры сделал DimaTorzok